Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Студию, которая занималась Dead Island 2, закрыли. Редактор модов для Fallout 4 задержится. Известны тонкости системы обнаружения в Armored Warfare. Новые детали главного героя – JazzCast 3. Появилась демо-версия JazzDance 2016. Студию, которая занималась Dead Island 2, закрыли. Все помнят студию Yager Productions, которая упорно трудилась над игрой Dead Island 2. Если кто-то не помнит, почему трудилась, то напоминаем, что издателю по какой-то причине не понравилась работа студии. И они разорвали с ней отношения, забрав игру себе. Теперь же выяснилось то, что Yager Productions вовсе закрыли. Само же немецкое руководство, студия Yager, оказалось намного хитрее. Специально для игры Dead Island 2 они создали новое подразделение, которое работало отдельно от основной части студии. Именно этой небольшой частичкой и была команда Yager Productions, чьей единственной задачей была разработка нового зомби-экшена и сотрудничество с компанией Deep Silver. Но, как известно, сотрудничать с компанией Deep Silver не получилось. Именно поэтому студию решили прикрыть. В любом случае, самим сотрудникам студии это ничем не грозит. Ведь их зарплата рассчитана еще на несколько месяцев вперед. А основная часть студии наверняка найдет им местечко в другом каком-нибудь отделе. Для Dying Light анонсировали дополнение с The Hollow Inn. Студия Techland наконец-то решила официально анонсировать дополнение к своей игре Dying Light. Новое дополнение носит название The Hollow Inn. И, судя по всему, новое обновление станет самым огромным по сравнению с остальными дополнениями. В DLC The Hollow Inn игроки смогут посетить настолько огромную карту, что сравнить ее можно лишь со всеми вместе взятыми локациями оригинальной игры. А само дополнение, как утверждают разработчики, придаст игре совершенно новый вкус. Что касается даты выхода этого дополнения, на данный момент разработчики умалчивают по этому поводу. Но нам точно известно то, что каждый человек, который обладает сезонным абонементом, получит данное дополнение совершенно бесплатно. Немного больше деталей по поводу дополнения разработчики обещают рассказать на грядущем Gamescom 2015. Сейчас же остается только довольствоваться оригинальной игрой, трейлерами и имеющимися дополнениями. Редактор модов для Fallout 4 задержится. Помимо того, что разработчики Fallout 4 собираются произвести небольшую революцию в плане модификации, все созданные модификации для ПК-версии игры будут доступны и для пользователей Xbox One. Они еще и решили то, что доступ к созданию модификаций, то есть редактор модов, игроки получат немного позже. А вот почему будут задержаны модификации и когда появится доступ к редактору, рассказал нам вице-президент по маркетингу компании по имени Пит Хайнс. Пит Хайнс заявил о том, что моды никому не будут интересны, если игра кажется никчемной. И знаете, ведь это действительно так. Никто, наверное, не откажется от того, чтобы игра оказалась без багов, лагов и вообще она была отполирована до блеска, верно? Так что, судя по всему, мододелам предстоит воздержаться до следующего года. Также Пит сообщил, что все пользовательские модификации будут распространяться по сервису bssda.net. Известные тонкости системы обнаружения в Armored Warfare Закрытое бета-тестирование современных танков в Armored Warfare уже в самом разгаре. И чтобы игроки могли намного лучше понять механику боев в игре, разработчики решили раскрыть самые вкусные детали сражения. В этот раз речь пойдет о том, как все-таки танкисты находят друг друга на поле битвы. Стоит отметить, что разработчики очень сильно прислушиваются к мнению игроков. К примеру, система обнаружения стала другой именно благодаря отзывам игроков. Теперь, если скорость вашего противника падет ниже нуля, то его могут обнаружить даже за границей зоны видимости. Разработчикам даже пришлось для этого ввести совершенно новый индикатор, на котором врага невозможно будет заметить лишь за пределами оранжевого круга. Геометрическая прогрессия была изменена на арифметическую. Некоторым данное нововведение может показаться пустяком, но это совершенно не так. Новые детали главного героя JazzCast 3 Уже 1 декабря бравый Рико Родригес снова отправится уничтожать все, что ему попадется на пути в JazzCast 3. Каждый уже мог увидеть трейлер и геймплей. И вот теперь студия Avalanche выпустила свой первый дневник разработчиков, который рассказывает о многих тонкостях создания нового Рико. Если верить словам разработчиков, то в этот раз главный герой будет очень ярким и запоминающимся человеком. Если раньше характер Рико делали немного серым, чтобы игроки больше обращали внимание на окружающий мир, то теперь они концентрируют большую часть внимания именно на главном герое. JazzCast 3 было все детально продумано для того, чтобы предыдущие части лаконично переплетались с третьей частью. Именно поэтому игра станет намного интересней. И, кстати, специально для Рико разработчики нарисовали более 2500 анимаций. Это весьма впечатляет и еще раз доказывает то, что в этот раз у разработчиков другой подход к главному герою. Мы можем начать с toppling one of the classic symbols of General DiRovello's rule. Итак, для вашей первой выбор. Horizon Zero Dawn появится на Gamescom 2015. Продюсер игры Horizon Zero Dawn сообщил нам о том, что их проект появится на грядущем Gamescom 2015, так что именно там игрокам поведают многие подробности игры. Сам же продюсер игры заявляет о том, что он с нетерпением ждет момента, когда сможет обсудить проект с другими игроками. Что касается самой игры Horizon Zero Dawn, то она оказалась самым ярким проектом от компании Sony на прошедшей игровой выставке E3 2015. Именно поэтому неплохо было бы узнать о ней немного новых подробностей. На данный момент известно немного. К примеру, известно, что при разработке главной героини игры разработчики вдохновлялись образом Сары Коннор из серии фильмов «Терминатор» и «Игрит» из популярного сериала «Игра престолов». Кроме этого, в игре не будет мультиплеера. При этом игра не становится менее важным и эксклюзивом из-за этого. Не просто же так разработка игры длится более четырех лет. А – largoographical третьем. Играет модельная э заново, Появилась демо-версия Jazz Dance 2016. Компания Ubisoft заявила о том, что демо-версия игры Jazz Dance 2016 уже доступна для консолей нового поколения и Wii U. Данная игра первая в серии, в которую можно будет играть благодаря смартфону, который в свою очередь выступает в качестве контроллера. Для этого вам необходимо будет просто загрузить демо-версию игры для одной из консолей, после чего скачать приложение Jazz Dance Controller для iOS платформ. И благодаря этому ваш телефон будет выполнять функции контроллера. Что касается композиции в игре, то разработчики долго не работали над этим и сделали лишь одну композицию Blame. В полной версии игры смогут танцевать одновременно 6 человек, причем каждый на своем телефоне. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok